В 1799 году Пушкина собирались поэты, художники, музыканты. Французское воспитание в семье, прекрасные библиотеки отца и дяди формировали ум и детскую душу Пушкина. В 12 лет Александр был отглазом учиться в новое учебное заведение в Церкосельский лицей под Петербургом. В детстве важным и близким человеком для будущего поэта была его няня Арина Родионовна. Он ласково называл ее мамушкой. Няня рассказывала сказки своему ангелу Александру Сергеевичу. Неоспоримо, что сказками Пушкина мы во многом обязаны ей. Еле растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все глядет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд, слуги белку стерегут. Старушонка хлеб поймала, благодарствую сказала, Бог тебя благослови, вот зато тебе лови. Так свежой и так душистой, так румяно-золотистой, будто медом налилось, видно семечки насквозь. Царь зовут. Ох, дети, дети, горем, попались в сети, и оба наши сокола. Горь, смерть моя пришла. И забыла перед ней смерть обоих сыновей. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла. Кобыла подымит, коты, донеси ее полверсты. Глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог. А я, смотри, снесу промеж ног. Александр Пушкин говорил, если грядущее поколение будет чтить мое имя, должна быть не забыта. И это бедная старушка. На перстнице волшебной старины, Друг вымыслов, игривых и печальных, Тебя я знал во дни моей весны, Во дни утех И снов первоначальных. Я ждал тебя. В вечерней тишине Являлась ты веселую старушкой. И надо мной Сидела в шушуне, В больших очках И срезовым гримушкой. Ты детскую качая колыбель Мой юный слух Напевами пленила. И мне шпилен Оставила свирель, Которую сама заворожила. Субтитры создавал DimaTorzok